Всем привет! Решаем неравенство лагрифмическое. Так, что мы делаем? Во-первых, мы видим, что везде основания одинаковы, значит, мы можем применять формулу. Так, давайте проверим, а здесь вообще может формула быть или не может быть. Так, дискриминант получается 36 минус 20. Отлично! Получается дискриминант 16. Тогда мы можем найти иксы. 6 плюс минус 4 пополам. Это будет 5 и 1, верно? То есть вот эту скобочку мы сразу расписываем как x минус 5 и x минус 1. Боже, не ошибиться бы. 6 минус 4 это 2, 2 делик на 2 это 1. Да. Дальше. То есть самое первое, что мы делаем, это смотрим, можно ли что-нибудь упростить. Если можно упростить, упрощаем. Дальше я предлагаю, так как у нас неравенство уже посложнее, сразу начинать с ОДЗ, либо с условия, либо вообще никак не называть. То есть здесь у нас 18 минус 9 x больше 0. Здесь у нас получается x минус 5, x минус 1 больше 0. И x плюс 2 больше 0. Можно нанести все это на отдельную ручь. Здесь получается x больше чего? Больше 2. Нет, x меньше 2. А здесь x больше минус 2. Как значит здесь минус 2. Здесь будет 2. Сразу сюда и сюда. Это лучше для x. И отмечаем 5 и единицу. Ну, 1 пусть будет здесь, а 5 пусть будет здесь. И так, и так. И тогда итоговый x у нас может принадлежать только от минус 2 до 1. И смотрите, если мы это нашли в начале, в самом начале решения неравенства, значит, когда мы будем чертить луч для решения основного неравенства, мы можем ставить знаки, то есть плюс и минус только там, где неравенство определено. Только там, где оно существует, значит, только на этом промежутке от минус 2 до 1. Если мы поставим, допустим, плюс вот здесь, нам сразу поставят 0 баллов, потому что за единицей там нет корней, там неравенства не существует. Дальше. Что можно сделать? Ну, во-первых, у нас там плюс, значит, мы можем, мы все условия уже разобрали, мы смело можем решать, как этим. Я, пожалуй, умножу. Это получается 18 минус 9x. Это получается x минус 2. А все равно придется умножать. Ладно, тогда 18 минус 9x меньше. Я жду ваших комментариев. Так, здесь я сразу умножу. Получается x в кубе плюс 2x квадрат минус 6x квадрат минус 12x плюс 5x плюс 10. Кто написал в комментарии, молодец. Кто ее написал, ничего не понял. Когда у нас основание меньше единицы, знак неравенства меняется. Да, у нас основание 1,3, значит, знак надо поменять. Так, ну, все преобразовываем потихонечку. Это получается x в кубе минус 4x в квадрате. Здесь получается минус 7 плюс 9 плюс 2x и минус 8 меньше 0. Так, здесь мы x квадрат выносим. Это будет x минус 4. Здесь мы 2 выносим, будет x минус 4. Тогда у нас x квадрат плюс 2 умножить на x минус 4 меньше 0. Вот это у нас при любых x верно. Значит, мы имеем право поделить на x квадрат плюс 2, потому что оно всегда больше 0. Тогда у нас будет x минус 4 меньше 0. Отмечаем итоговый луч. Начинаем с одз. У нас от минус 2 до 1. Только здесь у нас существует неравенство. То есть за пределами этого промежутка знаков не может быть. У нас есть четверка, которая выколота. И от этой четверки мы должны проверить знаки. На черновичке вы рисуете свой луч, отмечаете четверку, здесь у нас x. Подставить, допустим, 0, это будет минус, здесь будет плюс. Отмечается, нам подходит то, что левее четверки. Это вы делаете на черновичке, а на экзаменационном листе вы просто рисуете дугу, которая левее располагается. И смотрим так. Нам нужно пересечение. Это пересечение у нас на самом одз. Значит, у нас ответ от минус 2 до 1. Ставьте лайки, делитесь комментариями, делитесь с друзьями. Подписывайтесь, мне будет очень-очень приятно. У меня будет скоро 3000 подписчиков. Вот. Надеюсь, к нам год будет. Ну, вообще, надеюсь, что это было вам полезно. Запоминайте. Пробуйте. Пробуйте. Тут, кстати, тоже надо штриховку обозначить. Ну и все. Помните, что у вас все получится.